В этом выпуске United Customs мы опять затронем тему с тормозами. Проблема в том, что мне не нравится, как работают тормоза лично на моих, да, я не знаю, как на остальных, может быть они получше немножко, но проблем получились с того, как я перебрал главный тормозной цилиндр, заменил себе резиночки, вроде бы так даже наоборот лучше работать, но я думаю, что так работает для меня, это не нравится. Прикол в том, что когда первый раз нажимаешь на педаль, педалька отклоняется чуть-чуть от своего обычного нормального состояния, и при этом очень тупо идет, тормоза как бы схватывают сразу, но при этом, как ощущение, как будто они не разлипаются обратно. Проблема может таиться опять в суппортах, потому что опять они подклинивают, хотя я не знаю почему, там вроде бы все у нас должно быть чисто, я же изменял все люди, и возвратных направляющих, как вариант, но я тоже там, вроде бы все постарался почистить, там грязная, вроде бы нормальная работа, я почистил, вот что-то стало плохо. Я думаю, это вряд ли. А вот после того, как, например, несколько раз нажать на педаль, тормоза как будто раскисают, и уже педалька уходит намного глупее. То есть, что-то проблемное, я им не знаю. Мне не нравится то, что у меня мои тормозные шланги, которые идут от бачка к главному тормозному целлюзору, они у меня влажные. Возможно, я допустил ошибку при сборе этой системы, вот эта педаль, за счет того, что я не поставил такие колечки специальные, которые там были, на место соединения трубки с бачком, и, возможно, оттуда подсачивается тормозная жидкость. Сейчас я постараюсь это дело устранить, к сожалению, я эти колечки, наверное, скорее всего, выбросил, я их не нашел, и вместо них я хочу попробовать поставить обычные маленькие хомутики. Надеюсь, они помогут, и сильно их отцепить не будут. Для начала нам нужно все это дело сейчас снять, я уже шприцом выкачал тормозную жидкость, которая была в бачке, открутил тормозные, которые крепят шланг к главному тормозному цилиндру, но еще пока не вынул. Сейчас, собственно, пойдем от делу. Вот эти шланчики те самые, они какие-то у меня влажные и промасленные. Я не знаю, там будет, не будет, видно, на сравнении вот это выглядит, как обычный шланчик. Есть различные. Итак, нам потребуется какая-то емкость, баночка, чтобы туда направить струю, так сказать, то есть жидкости, которая у нас осталась, чтобы самих шланчиков, чтобы там внутри нам все не запрызгать. И еще, я так думаю, нам туда лучше положить какую-то большую тряпку, чтобы есть что-то там сюда замазать. Но, к сожалению, я на тряпке бедный, тряпки у меня нету. Ну, ладно, если что, потом протрем маленькую тряпочку. Так, вытаскиваем. Так, попробуем дуть, чтобы из шланчика вышло жидкостью. Нет. Надо мне ничего. Ну, ладно. Так, и наш сосочек чуть-чуть погнулся. Мне интересно. Вот, поймать, вроде больно не пьян. Так, с этим делом разобрались. Так, ну, а теперь нам нужно снять как-то второй шланчик. Тут уже подвесить спаночкой более сложный. Откручиваем наш бачок. Вот он наш бачок. Ну, вот трубки. Они промасленные, а вот как бы сухой обычный шланчик. Тот же самый, просто это осталось у меня кусок длинного, который я покупал. Сейчас все это протрем, отсоединим и попробуем, как-то, я не знаю, высушить эти длинные шланчики. Потому что, ну, новые я купить не смог. У нас все, магазин закрытый, выходной день. Не знаю, они довольно тубо сидят. Между прочим. Почему вообще из них проходит? Почистил я бачок. Вот эти белые, это я не знаю, правда, что это такое. Какие-то мушкотские. Честно, не знаю. Ну, я думаю, вряд ли сам бачок пропускает воздух где-то снизу. Тогда бы он подтекал. В общем, какая-то небольшая загадка. Я не знаю, высушатся они или нет. Но, наверное, скорее всего, думаю, что нет. И нужно будет покупать новые шланги. Я решил провести небольшой эксперимент. Я взял оставшийся конец сухого шланга и сверло, которое очень туго в него вошло. Для начала я без хомута, то есть максимально туда засунул сверло. Оно где-то вот, ну, вот, вот отсюда засунуто. Вошло оно очень туго. Пришлось воспользоваться дискоррупциями. Засунул, думал, ну, крепко держится. Начал дуть, воздух пропускало. Затем я одел хомут. Начал дуть. У нас сначала заполняется сам шланг внутри, а потом второй раз, когда я начинаю туда вдувать, то есть воздух бросится наружу, но обратно, так сказать, в рот. Пошли. Так вот. Следовательно, у нас, получается, вся ошибка была в том, что на бачке не было хомутов. Из-за этого у нас стали мокрые шланчики, и это привело к такому плачевному результату, я думаю, что как-то принят тормоза, потому что, я думаю, все-таки воздух у нас попадал в систему. Следовательно, нам нужно купить новые шланчики, потому что старые, я думаю, не выставлено. Хрена. Купить новые, может быть, даже подороже, получше какие-то найти. И заново будет прокачать систему, потому что в ней может находиться воздух, за счет которого у нас плохо работают тормоза. Спустя неделю я все-таки смог затариться, и я купил тормозную жидкость, ДОТ-4. Сказали в магазине, что она хорошая, но, честно говоря, я не особо доверяю этим магазинам нашим. Держинская, тут неподалеку, собственно, откуда машинка, и, грубо говоря, родом. Также тормозной шланг. Ну, он отличается от вот этого шланга, от старого. Я немножко этим обеспокоен, потому что что-то как-то подозрительно. Но, опять-таки, продавец сказал, что он бензомаслостойкий. Ну, и, собственно, он подходит для тормозной жидкости. Ну, что ж, посмотрим. Я взял его полтора метра, как говорится, на всякий случай. Попробуем сейчас всё это дело подключить. Хочу вам продемонстрировать небольшую мистику. Вот он наш главный тормозной. Видно, что на сосочек я в прошлый раз приделал такой резиновый колпачок. Здесь он есть, а здесь его нет. И он оказался внизу с кинутой давлением. Я не знаю из-за чего, но как-то, как-то я не знаю, давление такое образовалось, что его отсюда просто сняло. И вот мы видим то, что тут у нас имеются подтёки тормозной жидкости. Это, на самом деле, плохо, потому что я не хотел прокачивать заново всю систему. Но, возможно, как вариант, придётся. Ну, сейчас мы зальём, посмотрим, как будет реагировать педаль. Итак, при помощи маленького шприца мы немножечко смазываем наши штуцеры на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью, для того, чтобы было удобней одевать шланги. Далее отрезаем нужную длину шлангов. Также смазываем внутренний диаметр шлангов и наружный диаметр штуцеров на тормозном бачке. Без особого энтузиазма закручиваем хомути на тормозном бачке. И, подав давление воздухом в бачок, проверяем, насколько герметична наша система. Далее наживляем хомутики на противоположную часть шлангов. Прикручиваем наш бачок к корпусу машинного отделения. Одеваем наши шланчики на штуцеры главного тормозного цилиндра и закручиваем хомутик. Финальная часть подливаем тормозной жидкости. А нет, не финальная. Нам нужно еще прокачать воздух, который у нас остался в шланчиках. Вот так вот. Вот так вот. Их помусолив. Сейчас мы попробуем понажимать на педальку тормоза. Я поставлю камеру над бачком, чтобы потом увидеть, выходили ли пузырьки. И по мануалу попробуем проверить, правильно ли у нас настроена педалька тормоза. Потому что это является неотъемлемой частью правильной работы тормозов. Ну, собственно, вы видели все своими глазами. В шланге, который левый у нас получается, остался воздух. Мы его прокачали. Педалька стала, ну да, помягче чуть-чуть. Я не знаю, правда, попал ли воздух в саму систему, либо он все-таки вышел. Сейчас я буду по мануалам проверять ход педали, насколько он правильный, насколько он соответствует. И уже в дальнейшем посмотрим, нужно ли будет прокачивать всю систему. Немножко темновато, но, думаю, ничего страшного. Итак, смотрим. Если мы приподнимем педаль вверх, уберем коврик, поставим нашу линейку. Так, у нас, значит, высота 21 сантиметр. Теперь я нажимаю на педаль пальцем. Вот дальше, получается, уже идет рабочая часть педали, а вот это вот он, свободный ход. Надавили, и у нас получается 19. То есть 2 сантиметра у нас свободный ход в педали. Это не есть хорошо. То есть дальше вот я надавливаю, а дальше она идет уже давиться. Это очень плохо. Сейчас мы будем это устранять. Итак, первым делом нам нужно вытащить вот этот вот шплинт, который в центре кадра. Его мы вытащим острогубцами, освободим от пальца, который он держит. И в дальнейшем уже, вот там вот видно чуть-чуть вдали, мы будем крутить такой некий, как барашек, который будем раскручивать. Я так понимаю. Да, правильно, мы будем его раскручивать, чтобы уменьшить ход педали. И дальше потом мы его законтрим вон той гаечкой. Я снял шплинт. Палец, в принципе, можно не вынимать, потому что вот этот вот шток, он и так нормально прокручивается. В общем, я немножко уже подкрутил. Раньше у нас был люфт намного больше. Сейчас мы сделаем замер. 21, грубо. Ну, я по вот этой метке 20,5 ориентируюсь. Там сказано буквально там несколько миллиметров. Ну, вот у нас где-то, грубо говоря, наверное, 6-7 миллиметров. А это многовато. Мы откручиваем еще больше шток. Делаем замер. Вот. Теперь около 5 миллиметров. Ну, еще чуть-чуть. Так. Вот так вот. Поставим. Еще разок. Ну, так лучше. Это лучше, чем 2 сантиметра. Теперь мы затягиваем гайку. В принципе, даже можно было и не откручивать, даже не вытаскивать шплинт. И так все довольно нормально. Так. Проверяем. Свободный ход. Ну, вот он вроде есть. Нормально. Вот. И педалька, главное, сейчас уже стала пожестче реагировать. Главное теперь, чтобы у нас был правильно отрегулирован включатель задних стоп-сигналов, чтобы при нажатии буквально на где-то сантиметр, на два, у нас включались задние сигналы. Это уже делается с вот этим самим включателем. На нем есть резьба, тут гайка, и он крутится, и все это дело устанавливается. Но я думаю, у нас нормально все работает. Итак, вылазим отсюда. Только что я прокатился по улицам Драховца, чтобы посмотреть результат наших зимних преобразований. Сейчас я более подробно все это дело смотрю, что где-откуда подтекает, что где-откуда не подтекает, и сделаем выводы с вами. Итак, одна из основных проблем, это было у нас вон то труднодоступное место, где у нас подтекало, там теперь у нас сухота, чистота. Ну, пока же это хорошо. Тут у нас, в принципе, тоже все чисто, кроме вот этого болтика. Вон, что-то чуть-чуть масло. Это меня немножко опечалило, к сожалению. Фильтр в нормальном состоянии, то есть там ничего не подтекает. Тормоза. Тормоза вроде бы тоже все, но тоже мне что-то не нравится их, так сказать, работа немножко. Давайте поднимемся наверх и посмотрим, что у нас с цилингом главным. Вроде бы пока что все сухо. Бачок. Бачок, бачок. Так, вроде бы тоже все сухо. Тормозухи сколько было, столько и есть. Это радует. Подводим итоги наших покатушек. Меня немножко разочаровала работа карбюратора, потому что она не набирает мощности машинка. К сожалению, осенью точнее была немножко напободрее. Но это опять-таки я говорил в предыдущих выпусках, то что у нас нужно настраивать карбюратор на дороге, собственно, потому что в гараже она может прекрасно классно работать, и ямы нету вот этой самой, когда педаль понажимаешь, а она приклохывает, а потом опять возрастает. Турбо-яма. Вот. А на дороге, видите, вот что-то не особо тянет. Также, может быть, объяснение то, что немножко, что-то там, опять с зажиганием, я постараюсь сделать все выпуски, а то, как его выставить правильно. Также, меня немножко не устроила работа тормозов, потому что первый раз нажимаешь, оно туго идет, потом отпускаешь педальку, еще раз нажимаешь, более плавненько уходит. Если верить мануалам, то, скорее всего, это значит, что в системе немножко есть воздух. Поэтому, также еще один будет выпуск про то, как нужно прокачать тормоза, выкачать оттуда воздух, и вот, все это сделать одному. Потому что у нас самостоятельная мастерская, мне помогать, ну, особо, не надо. Также, я доделаю заднее сиденье, наконец-то. Скоро-скоро, оно, в принципе, уже почти готово, осталось только подкрасть. Ну, я думаю, на этом все. Ждите новых выпусков от Unended Custom. Всем пока! И, кстати, сказать секрет, после того, как у меня все получится, я надеюсь, засниму все сделки и жени. Рааа. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...